Друзья, в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе в США проходил боксерский поединок между средневесами стран Мексики и Казахстана. На сцене сосредоточена полная эмоция атмосферы. Крики и восклицания наполняют павильон T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. С 20 тысячами зрителей и 12 миллионов 800 тысяч наблюдающих, ожидая бойцов, которые через несколько минут поборются за титул чемпиона мира по боксу. Прежде чем начать, известные комментаторы Рената Бермудес вместе с Сальвадором Родригесом из ESPN и Фернандо Барбосой из Disney Media сообщают о презентации гимна, который исполнит казахстанский певец. Называют его поющим монстром. Утверждают, что нет в мире такого голоса. На ринг выходит высокая стройная фигура ростом метр девяносто один с азиатскими чертами лица. Он одет в типичное пальто шапан темного цвета с золотой вышивкой. Открывает звук низкими нотами пения гимна Казахстана. Глаза и уши зрителей обращены к артисту, внимательно вслушиваясь между новизной и изумлением. Атмосфера самобытности создается патриотическим чувством певца. Атмосфера самобытности Исполнение заканчивается. Зрители встают со своих мест, чтобы аплодировать выступлению казаха. Хотя гимн не местный, а язык не английский, не испанский. С этого момента соцсети переполняются комментариями с вопросом, кто этот персонаж, который спел гимн. За считанные минуты его имя становится трендом в социальных сетях. Собирая невозможные комментарии в его пользу, любопытство возникает, чтобы узнать больше, кто этот человек, способный пробудить в посетителях спортивного мероприятия чувство восхищения музыкальным исполнением. Столь чуждым американской культуре Димаш не инопланетянин, он земной. Он утверждает, что он не гений, но интенсивно занимается музыкой каждый день своей жизни. Может показаться неправильным причислять его к высшему существу, но он необычным образом умеет исполнять песни на 15 языках, охватывающие до 6 музыкальных жанров, с вокальным диапазоном, превышающим звучание фортепиано, достигающим 7 октав и 7 полутонов. Выдающиеся певцы в истории достигают только 4 октав. Он играет на 7 музыкальных инструментах, обладает способностью исполнять песни, которые специалисты считают самыми сложными, которые в настоящее время поются только с помощью компьютеров. Если видео понравилось, поставь лайк и подпишись. Субтитры создавал DimaTorzok